Путь для неопытных От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Притчи, 20 глава, 24 стих. Приближаясь к своему дому, Кристина съехала с дороги и остановила машину. Закрыв глаза, она с волнением стала вспоминать прошедший день, стараясь глубже осознать то потрясающее событие, которое произошло с ней. Кристина была единственной дочерью богатых и знатных в городе родителей. Ее отец Антон Семенович заведовал хирургическим отделением большой клиники. О его блестящих операциях было известно даже за пределами страны. Мать Кристины, Эмма Павловна, успешно занималась торговым бизнесом. У нее было несколько крупных магазинов в городе. С самого раннего детства любимица своих родителей имела все самое лучшее и с избытком. Несмотря на это, Кристина никогда не чувствовала себя счастливой. Напротив, начиная со школьного возраста, она все чаще задумывалась, стараясь понять, почему и так тоскливо жить на этом свете. Внешность Кристины была приятной, а изящная остроумие и щедрость в денежных вопросах приобретали для нее множество друзей. Хотя при этом она прекрасно понимала, что людей привлекает к ней прежде всего ее принадлежность к знаменитым родителям. Эта дочь Любарских нередко слышала она за своей спиной. Многие, в том числе и друзья-сверстники Кристины, старались через нее войти в нужный контакт с известными Любарскими для того, чтобы решить проблемные вопросы. Она никому не отказывала, но все больше замыкалась в своем внутреннем одиночестве. Может быть, поэтому у нее никогда не было настоящих близких друзей и даже заветной подруги. Соклассники, а позже сокурсники Кристины, открыто завидовали богатству и славе ее родителей. Сама же Кристина была совершенно равнодушна к деньгам и охотно раздавала все то, что ей давали наличные расходы. По-родственному Кристина очень любила своих родителей, но она никогда никому не призналась бы, что совершенно не хочет стать похожей на них. Их образ жизни был ей чужд и неприятен. Конечно, отец с матерью достигли больших успехов в своем труде, но это меняло их совсем не в лучшую сторону. Кристина с изумлением замечала, что они стали завидовать друг другу. Иногда это переходило даже во вражду. На людях ее родители всегда были образцово-показательной парой, но дома часто ссорились, неудачно пытаясь скрыть это от своей единственной дочери. В последнее время Кристина все чаще видела их злыми, расстроенными. Как-то, когда Кристина вернулась домой во время очередной разборки родителей, ее мать Эмма Павловна, которая фактически была главой их маленькой семьи, встревоженно обратилась к ней. «Доченька, ты сейчас не обращай внимания на нас, хорошо?» «И умоляю, никому ни о чем не рассказывай». Ничего не ответив, Кристина поспешно ушла в свою комнату. Лицемерие самых родных людей удручало ее больше всего. Для них главное, чтобы никто ничего не узнал, — с досадой размышляла она. Но разве именно это так важно? Родители всегда с головой были погружены в свои бесконечные дела. Фактически каждый в доме был занят самим собой. Поэтому Кристине иногда казалось, что у нее нет семьи. Несмотря на то, что она получала все необходимые материальные блага, ее все больше мучило чувство внутреннего неустройства. Успешно окончив среднюю школу, она легко поступила на специальное отделение иностранного факультета университета. Там готовили переводчиков для заграничных поездок. Конкурс оказался огромным. И у простых смертных, даже с отличными знаниями, был, как говорят, нулевой шанс попасть на это престижное отделение. Но, разумеется, дочь знаменитых Любарских была зачислена в студенты в числе первых. Учиться Кристине сразу же стало неинтересно. Преподаватели явно завышали ей оценки за учебу, а на экзаменах, даже не спрашивая, ставили самый высокий балл, заискивающий восклицая. Отлично, Любарская! Она все острее чувствовала свое одиночество. Со сверстниками, как и в школе, близкие отношения не складывались. Многие открыто завидовали Кристине. Другие опять старались завоевать ее расположение только для своих корыстных целей. Дома атмосфера становилась все напряженней. Она замечала, что родители уже с большим трудом выносят друг друга. «Уехать, что ли, куда-нибудь подальше?» – тоскливо думала Кристина, пытаясь найти выход из своего мучительного тупика. Но при этом осознавала, что это не поможет. «Нет, разве на другом краю земли она будет счастлива?» «Нет, видимо, причина ее уныния кроется в чем-то другом». В этот день после занятий в университете Кристина возвращалась домой на своей новой машине, недавно подаренной ей родителями. Проехав примерно половину пути, она попала в пробку. Движение на дороге было перекрыто из-за какой-то аварии. Пришлось ожидать довольно долго. А затем работники автоинспекции направили всех водителей в объезд. День уже склонялся к вечеру. Кристина вела машину по незнакомому ей району города. И не сразу заметила небольшую яму на дороге. Поэтому объехать ее уже не успела. Машину тряхнуло, и мотор заглух. Кристина чуть не заплакала от огорчения. Сегодня у нее и так был трудный учебный день. Очень хотелось отдохнуть. А тут еще это неприятное приключение. «Добрый день! Может быть, вам помочь?» Услышала она чей-то приветливый голос и увидела двух мужчин. Одного постарше, другого помоложе. Ответив на приветствие, Кристина вышла из машины и расстроенно сказала. «Вряд ли вы сможете ее вытащить. Мотор заглох. Наверное, придется вызывать специалистов. Их сейчас непросто найти», – сочувственно ответил мужчина постарше и добавил. «Если хотите, мы все-таки попробуем». «Ну что ж, попытайтесь», – без особого энтузиазма согласилась Кристина. Мужчина постарше сел за руль, а его молодой спутник встал сзади машины, готовясь подтолкнуть ее. Кристина тоже подошла к нему, чтобы помочь. Через минуту послышался звук заработавшего мотора, и машина легко поднялась из ямы. Ее даже не пришлось подталкивать. «Ой, спасибо вам большое», – радостно воскликнула Кристина. Она быстро достала из кармана куртки крупную денежную купюру и протянула ее старшему, объяснив, «Это вам с вашим другом за помощь». «Нет, мы не возьмем», – решительно ответил тот, а его молодой спутник согласно кивнул. «Но почему?» – растерянно спросила Кристина. «Ведь вы сделали почти невозможное, и я хочу поблагодарить вас». «Тогда поблагодарите Господа». «Без него у нас ничего бы не получилось», – ответил старший. «А мы просто немного помогли вам». «Ну, как хотите», – чуть обиженно ответила Кристина. По их разговору она уже поняла, что эти люди верующие, и поэтому добавила. «А Богу я, конечно, благодарна за помощь, только не знаю, как это сказать. Может быть, вы сами ему это передадите». «Зачем?» – с улыбкой ответил молодой мужчина. «Вы уже его поблагодарили, и он это услышал». Кристина удивленно спросила, «А разве он слышит всех? И меня тоже?» «Но ведь я даже не хожу в церковь. Бог слышит всех. Так написано в Библии», – объяснил старший. И вдруг, пристально взглянув на нее, воскликнул. «О, у вас руки и одежда сильно запачканы». Оглядев себя, Кристина огорченно сказала. «Да, действительно. Нужно хотя бы руки где-то помыть». «Вы можете зайти к нам в церковь. Там во дворе есть умывальник», – предложил старший. Он указал на расположенное рядом здание с большой надписью «Дом молитвы». Кристина растерянно спросила, «А разве мне туда можно войти с такими грязными руками?» «Если хотите стать чистой, то можно», – ответил старший. И, посмотрев на часы, добавил, «Кстати, через пятнадцать минут начнется богослужение. Приглашаем вас на христианское собрание». Вот так Кристина впервые попала в церковь Божию. То, что она там увидела и услышала, сильно потрясло ее. Кристина сидела неподвижно, а душа ее, как губка, жадно впитывала библейские истины. Ей открывалась новая чудесная действительность. Оказывается, существует невидимый мир, и он гораздо более реален, чем видимый. Оказывается, Бог не изолировал себя от грешных людей, как раньше думала Кристина, а наоборот, приблизился к ним через Сына Своего Иисуса Христа. И что самое важное, оказывается, Бог не только может освободить от вины за грехи, но и спасает от бессмысленной жизни, подарив счастье вечного соединения с Ним. В конце собрания проповедник спросил, кто хочет принять любовь Иисуса Христа? Придите к Нему сейчас. Он зовет вас. Эти слова окончательно завоевали сердце Кристины. Бог любит и зовет ее. Как же можно отказаться от такого? Она встала и впервые в жизни с живой верой склонилась в молитве, открывая Богу свое сердце и сразу же поняла. Он слышит, Он принимает ее. После собрания многие верующие, подходя, поздравляли Кристину с важным поворотом в жизни. А пастор церкви Павел Васильевич познакомил ее со своей женой Марией Петровной и пригласил прийти к ним завтра на обед. «Будем рады познакомиться с вами поближе», — приветливо сказал он. «Спасибо. Постараюсь, если не затянутся занятия в университете», — прощаясь, ответила Кристина. И вот сейчас, подъезжая к дому, она с волнением готовилась к встрече с родителями, собираясь рассказать им обо всем, что с ней сегодня произошло. Уже въезжая в большой благоустроенный двор своего дома, Кристина еще раз замолилась. «Господи, помоги мне». Родители уже были дома. Видимо, происходила очередная серьезная разборка. Из гостиной доносились их возмущенные голоса. Поколебавшись, Кристина решила переложить важный разговор на завтра и попробовала незаметно пробраться в свою комнату. Но в эту минуту Эмма Петровна увидела ее и громко позвала. «Кристина, зайди-ка сюда!» Войдя в гостиную, Кристина сразу же заметила, что у отца очень расстроенное лицо. Антон Семенович только кивнул дочери в знак приветствия и отвернулся к окну. Она поняла, что между родителями произошла нешуточная ссора. И поэтому опять решила было отменить свое необычное сообщение. Но тут внутренне почувствовала Божье неодобрение. Это проявление новой жизни было для Кристины таким удивительным и волнующим, что она непроизвольно воскликнула. «Ах! Что с тобой, тебе плохо?» Встревоженно взглянув на нее, спросила мать. «Нет-нет», — поспешила успокоить ее Кристина. «Напротив, мне очень хорошо». В эту минуту она почувствовала Божью поддержку и поняла, что он все-таки поможет ей рассказать родителям обо всем, что произошло с ней сегодня. «Почему ты вернулась домой так поздно? Где ты была?» Помогла ей своими вопросами Эмма Павловна, недовольно покосившись на мужа, громко насвистывающего какую-то бодрую мелодию. «Да, сегодня я задержалась, потому что была на Евангельском собрании христиан», — ответила Кристина. «Где? Где ты была?» «Повтори еще раз, я что-то ничего не поняла», — изумленно попросила мать. «Я была в молитвенном доме и там впервые узнала о Божьем спасении», — терпеливо повторила Кристина. «О, зачем тебе все это?» — воскликнула Эмма Павловна. Антон Семенович даже прекратил насвистывать. Кристина объяснила. «Потому что я давно устала от своей бессмысленной жизни и не видела никакого выхода. Но сегодня Иисус Христос спас меня от всех тупиков. Он простил мои грехи и теперь будет управлять моей жизнью. И я еще никогда не была так счастлива, как сейчас». «Прекрати сейчас же!» — с ужасом глядя на ее сияющее лицо, воскликнула Эмма Павловна. «Ты несешь какой-то бред! Это невозможно слушать!» Вскочив с кресла, она шагнула к дочери и, взяв ее за плечи, требовательно спросила. «Признайся, кто повел тебя туда?» «Думаю, сам Господь устроил так, что сегодня я попала на христианское собрание». С удивительным спокойствием ответила Кристина и коротко рассказала о своем приключении по дороге. Тут уже рассверепел Антон Семенович. Он тоже резко поднялся с дивана и, подойдя к дочери, воскликнул. «Опомнись! В своем ли ты уме? Зачем тебе эти несчастные сектанты? Разве ты забыла? Тебя ждет блестящее будущее. Не губи свою жизнь!» «Нет, папа, напротив. Теперь я поняла, что до этого жила б бессмысленной, эгоистической жизнью, которая окончилась бы не блестящим будущим, а вечной погибелью», — ответила Кристина. «Но сегодня Господь показал мне, в чем смысл жизни». «Ну и в чем же Он?» — истерически выкрикнула Эмма Павловна, стараясь выиграть время, чтобы вразумить дочь. «Бог хочет, чтобы мы жили с Ним вечно. Только в этом настоящее счастье», — объяснила Кристина. «Но проблема в том, что все люди рождаются грешниками». Родители изумленно слушали ее, и она продолжила. «Поэтому Бог послал на землю своего Сына, который умер за наши грехи. Без Него мы не сможем жить правильно и погибнем. Поэтому сегодня я попросила Иисуса Христа стать моим Спасителем». «Да что же это такое?» — простонала Эмма Павловна. И, взглянув на восторженное лицо Кристины, удивленно добавила. «Тебя как будто подменили». «Ох, девочка моя, что же они с тобой сделали?» Обратившись к мужу, она жалобно простонала. «Антоша, что же нам предпринять? Скажи ей хоть что-нибудь!» Антон Семенович вздрогнул. Давно уже жена не называла его таким ласковым именем. Почувствовав себя на короткое время главой семьи, он расправил плечи и торжественно произнес. «Послушай, дочь моя, твоего отца, если ты решительно намерена бездумно перечеркнуть свою карьеру и благополучную жизнь, это твое право и твое личное дело». Заметив, что Эмма Павловна протестующе замахала головой, Антон Семенович успокаивающе поднял вверх руку и продолжил. «Но учти, Кристи, у тебя нет никакого права пачкать нашу, всеми уважаемую фамилию Любарских. Это не пройдет для тебя безнаказанно, потому что своим глупым поступком ты ставишь пятно позора и на нас, твоих родителей. Поэтому последний раз предлагаем тебе, немедленно откажись от своего религиозного фанатизма. «Или же...» Тут Антон Семенович замялся, не решая самостоятельно вынести окончательный приговор. И тогда Эмма Павловна властно произнесла. «Или же, милая, тебе придется покинуть наш дом». Кристина молча смотрела на разгневанные лица родителей. И ее мать, ободренная этим молчанием, довольно воскликнула. «Ну что, испугалась?» «И правильно делаешь. Пойми. Если уйдешь, то тогда останешься без нашей помощи и поддержки. Да и подумай, куда тебе идти. Твои новые друзья вряд ли смогут предоставить тебе такую же удобную квартиру и обеспечивать себя так, как мы. Надеюсь, сейчас ты поняла, что тебе нужно побыстрее отказаться от своего глупого поступка». «Да, дорогие мои», — тихо ответила Кристина. «Теперь я еще более уверена в том, что нашла единственно правильный путь — жизнь с Иисусом Христом. Вы сейчас больше всего беспокоитесь за свою репутацию. Но ведь вся ваша слава и богатство не помогают вам даже перестать постоянно ссориться друг с другом. «Простите, что я сказала об этом. Я продолжаю любить и уважать вас, но если вы изгоняете меня, то мне придется уйти». «Убирайся сейчас же, негодница!» — во гневе выкрикнула Эмма Павловна. «Иначе! Иначе я не отвечаю за себя!» «Успокойся, дорогая», — напуганной свирепым выражением лица своей супруги. Попытался угомонить ее Антон Семенович. «И давайте еще раз хорошенько все обсудим». «Замолчи!» — презрительно взглянув на него, ответила Эмма Павловна и раздраженно добавила. «Разве ты не видишь, что мы для нее уже не авторитет?» «А виноват в этом ты!» На этот раз Антон Семенович благоразумно промолчал, не выясняя, почему именно он виноват в случившемся. Он с болью наблюдал за тем, как дочь складывает в небольшую сумку свои вещи. «Я взяла только самое необходимое», — сказала Кристина, закончив сборы. Антону Семеновичу очень хотелось броситься к ней, умоляя остаться, и он с огромным трудом сдерживал себя. Положив на стол ключи от машины и от квартиры, Кристина попрощалась и вышла из дома. Некоторое время она медленно шла по улице, ожидая, что вот-вот ее отец с матерью опомнятся, спохватятся и вернут в уют родного дома. Но ничего подобного не произошло. Был уже поздний вечер, на улице было пустынно. Заметив, что она прошла уже довольно большое расстояние, Кристина остановилась и растеряно пробормотала. «А куда я, собственно, иду?» Внезапно ей стало очень страшно. Приближается ночь, она одна на улице. Очень близких друзей у Кристины не было, а попроситься на ночлег кому-то из сокурсниц у нее не хватало духу. От отчаяния она начала громко всхлипывать. Но тут вспомнила о приглашении пастора церкви. Кристина открыла сумочку, к счастью, нужный ей адрес сохранился. Прочитав название улицы, обрадовалась. Этот район города расположен на окраине. Она знала очень хорошо. Кристина даже успела на последний рейс автобуса. И вскоре стояла у ворот небольшого дома, в котором жила семья пастора. Она с волнением нажала на кнопку звонка у входной двери во двор. И в ответ раздался возмущенный собачий лай. Но в эту же минуту она услышала знакомый голос пастора. «Входите, входите, открыто!» Собака продолжала громко лаять, поэтому она не решалась войти. Вскоре дверь открылась, и появился Павел Васильевич. Увидев Кристину, он, похоже, совсем не удивился, что она пришла в такое позднее время, и, поприветствовав ее, добродушно спросил. «Почему же не заходите?» «А собака?» С опаской переступив порог, ответила она вопросом. «О, не беспокойтесь!» Улыбаясь, сказал Павел Васильевич. «Ведь наша собака живет в христианском доме. Никого не кусает. Смотрите, как вас встречает». В этот момент большая собака, подойдя к Кристине, обнюхала ее и затем, дружески завиляв хвостом, безмятежно улеглась у ее ног. «Вот, видите, вы приняты», — объяснил Павел Васильевич. «Проходите в дом». Он взял у Кристины сумку, и они, поднявшись по небольшой лестнице, вошли в дом. «Приветствую! Очень рада видеть вас!» С приятной улыбкой в прихожую вошла жена пастора Мария Петровна. «Простите за поздний визит», — смущенно сказала Кристина, ответив на приветствие. «Об этом не переживайте и проходите в кухню. Там у нас просторно, уютно. К тому же всегда вкусно кормят», — предложил Кристине Павел Васильевич. «Спасибо, но я, собственно говоря, поговорить с вами пришла». Чуть растеряно проговорила Кристина, «у меня большие проблемы. Давайте-ка сначала чаю попьем», — успокаивающе взглянув на нее, — ответил Павел Васильевич. «А потом и побеседуем. И если, конечно, вы еще не захотите спать. Вряд ли мне удастся уснуть сегодня», — устала, сказала Кристина и с благодарностью добавила. «А вот от чая не откажусь». Она вдруг почувствовала сильный голод и вспомнила, что сегодня у нее был только легкий завтрак. Увидев на кухне большой длинный стол, Кристина удивленно сказала. «Здесь, наверное, человек десять поместятся». «Нет, гораздо больше», — ответила Мария Петровна, проворно накрывая на стол. «В нашей семье тринадцать человек плюс, как обычно, гости. На двадцати человек свободно размещаются». «У вас так много детей?» — изумленно спросила Кристина. «Одиннадцать Господь подарил», — охотно ответила хозяйка. «Сейчас все они уже спят». «Как же вы все успеваете?» — не могла успокоиться Кристина и тяжело вздохнув добавила. «У моих родителей только одна дочь, но они постоянно жалуются на нехватку времени». «Да, поначалу нелегко было», — ответила Мария Петровна. «Но когда старшие дети подросли, то стали помогать все больше. А сейчас они мне уже почти ничего делать по дому не дают. Я как на курорте». «Вы ешьте, не стесняйтесь», — обратился Кристина Павел Васильевич, заметив, что она отодвинула от себя тарелку. «Нет, спасибо, больше не могу», — ответила девушка. «Глазами бы ела, но больше не умещается. Все было очень вкусно, особенно пирог с грибами». Старшая дочка испекла. «Она всегда с удовольствием готовит», — объяснила Мария Петровна. «Видно, вы дружно живете, а вот мои родители все время ссорятся», — со вздохом сказала Кристина. «Расскажите, у вас что-то случилось?» — спросил Павел Васильевич, но, увидев слезы на глазах гостей, предложил. «Возможно, вы хотите наедине со мной побеседовать?» «Нет-нет», — поспешно ответила Кристина. «Мне хочется, чтобы и Мария Петровна все услышала. И, может быть, тоже что-то посоветует». Мария Петровна, которая в это время убирала продукты в холодильник, отложив все, присела к столу, приготовившись слушать. «Сегодня мои родители выгнали меня из дома». Тихо произнесла Кристина и горько заплакала. «Это случилось после вашего возвращения из церкви?» после небольшой паузы спросил Павел Васильевич. «Да», — ответила она, успокоившись. «Когда я рассказала им о том, что приняла Иисуса Христа, то они просто рассверепели». Вспомнив недавний тяжелый разговор, Кристина печально вздохнула и продолжила. «Сначала они уговаривали меня отказаться от моей веры, но когда я сказала, что не сделаю этого, то сразу же выгнали меня на улицу. Я взяла только немного вещей, но идти мне некуда. Нет таких близких друзей, которые могли бы принять меня даже на небольшое время. Поэтому я и решила приехать к вам, чтобы посоветоваться, что же мне делать. Только я не подумала о том, что уже позднее время. Еще раз простите меня за это. Об этом не беспокойтесь. Мы с женой привыкли поздно ложиться. После семейного молитвенного часа «Дети укладываются спать, а у нас с ней всегда еще находится, что обсудить и о чем помолиться», объяснил Павел Васильевич. Немного помолчал, он продолжил. «Вы сделали очень хорошо, Кристина, что сразу пришли к нам. Ситуация, конечно, непростая, но у вас теперь есть Господь, и Он никогда не оставит того, кто всем сердцем надеется на Него. И вас тоже Господь проведет через все жизненные трудности». Открыв Библию, он прочитал вслух. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И предложил. «Давайте сразу же попросим Господа о помощи». После совместной молитвы Кристина почувствовала себя уверенней. Растерянность и страх перед будущим исчезли. Но главное, она убедилась в том, что Бог действительно не оставил ее. Осознание этого наполняло Кристину такую радостью, что она прежде не знала. «А теперь нам всем нужно отдохнуть», сказал Павел Васильевич. «Ведь мы уже возложили наши заботы на Господа». И он обязательно нам ответит. Мария Петровна подошла к Кристине и, по-матерински обняв ее, сказала, «Пойдем, милая, я покажу тебе, где ты будешь спать». Она отвела ее в небольшую комнату, где находились три застеленные кровати. «Выбирай, где тебе удобней», предложила Мария Петровна. «Здесь у нас спальня для гостей. Но когда приезжает много людей, то детям приходится потесниться. «Не часто у вас гости бывают?» Осматривая комнату, спросила Кристина. «Слава Богу! Почти каждый день он нам их посылает», с радостью ответила хозяйка и добавила. «Все, я ухожу. Тебе нужно хорошо отдохнуть после такого трудного дня. Ложись, родная, и ни о чем не беспокойся. Ты в Божьих руках». Ободряюще улыбнувшись, она поцеловала ее и, пожелав спокойной ночи, вышла из комнаты. Едва коснувшись головой подушки, Кристина погрузилась в глубокий сон. Утром ее разбудили звонкие детские голоса. Проснувшись, она в первую минуту удивленно огляделась, не понимая, где находится, но тут же все вспомнила и, одевшись, вышла из комнаты. «Доброе утро! У нас долго не поспишь. Младшенькие наши рано поднимаются», извиняюще поприветствовала гостью Мария Петровна. Две маленькие девочки подойдя к Кристине, вежливо поздоровались и наперебой стали спрашивать. «А ты когда к нам приехала? Ночью? А ты у нас сколько будешь? А как тебя зовут?» Кристина назвала свое имя, и малышки радостно сообщили по очереди. «А меня зовут Аня, а меня Наиминь». «Наиминь?» «Первый раз слышу такое странное имя», удивилась Кристина. «Нет, не первый», уверенно возразила Наиминь. «Ты просто забыла, ведь это имя из Библии». Затем девочка с удовольствием добавила. Наиминь была доброй женщиной, и когда у нее умер муж и двое сыновей, то с ней осталась жить ее очень хорошая невестка Руфь. А через много-много лет из ее рода появился Иисус Христос. «Ну что, теперь все вспомнила?» «Нет», смущенно ответила Кристина. «Не вспомнила, потому что еще не прочитала Библию. Я ведь только вчера стала верующей». «Ничего, главное, что Бог простил тебе все грехи», успокаивала ее Наиминь. «А теперь, когда ты будешь читать Библию, то узнаешь еще и про Анну. Так зовут мою сестренку». Анна была мамой пророка Самуила. «Она очень любила Бога и много молилась», радостно сообщила Кристине маленькая Аня. Но Мария Петровна остановила их. «Ну все, хватит, дорогие проповедницы. Сейчас быстренько умываться и завтракать. После этого помоете посуду и переберете гречневую крупу. А в это время мы с папой побеседуем с нашей гостей. Вам все понятно?» «Да, мамочка», согласились малышки и прощально помахав ручками Кристине, отправились в ванную. «Это мои самые маленькие, поздние детки», объявила Мария Петровна. Старшие уже разошлись. Кто на учебу, кто на работу. Они встают очень рано, чтобы успеть на первый же автобус. После завтрака пастор с женой пригласил Кристину в гостиную. Они вместе помолились, а затем Павел Васильевич прочитал слова из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». После этого он обратился к Кристине. «Вчера, по милости Божьей, ты сбрала прекрасный путь, который ведет в блаженство неба, в вечность Богом. И не пугайся того, что в первый же день новой жизни начались серьезные испытания твоей веры. Возможно, у Господа особое намерение о тебе, и поэтому с самого начала Он хочет научить тебя надеяться только на Него». Кристина слушала его очень внимательно. «Теперь, когда у нее исчез страх перед будущим, она уже могла слышать и понимать Господа, близость которого укрепляла ее. И все же Кристину все сильнее тревожила одна мысль. А сможет ли она до конца устоять на том пути, который избрала?» Поэтому она сказала, «Я очень рада тому, что Господь нашел меня и ведет за собой, но я боюсь, что не смогу всегда поступать правильно. К тому же, кругом так много опасностей». Павел Васильевич с пониманием ответил, «Хорошо, что ты заботишься об этом, но тебе нужно укрепиться в вере. Познавая Бога, сами мы не способны сделать и одного шага за Христом. Для этого Он дает нам свою силу и все необходимое. Бог обещает, что даже самые слабые и неопытные не заблудятся, если будут следовать за Ним». Слова пастора были большой поддержкой для Кристины. Глубокий мир наполнил ее душу, лицо просветлело. «Жизнь с Иисусом Христом, Кристина, это невыразимое счастье», произнес Павел Васильевич и добавил, «Мы с Марией как-нибудь расскажем тебе о бесчисленных чудесах, которые Господь сотворил в нашей семье». Его жена согласно кивнула и сказала, «Да, эти чудеса мы видим и сейчас». «Но идти за Господом не всегда легко», продолжил Павел Васильевич. «Иисус предупреждает, что на этом пути будет немало скорбей. Они нужны для того, чтобы создать в нас небесный характер». Пастор ободряюще взглянул на Кристину и добавил, «И все-таки Бог обещает, что надеющихся на Него избавит от всех бед и чудно сохранит. Доверяй ему всегда, дорогая сестра, и он никогда не подведет тебя». «Да, моя девочка, это так», с чувством подтвердила Мария Петровна. Пастор с женой переглянулись, и Павел Васильевич торжественно произнес, «Сегодня утром мы с Марией еще раз спросили Господа о том, как помочь тебе в этой ситуации». И он ясно ответил нам, «Мы с радостью предлагаем тебе пожить пока у нас». «Та комнатка, в которой ты спала, теперь будет твоей. Сейчас мы уберем оттуда лишние кровати, а вместо них поставим шкаф для одежды и письменный стол. Ты согласна?» От радостного волнения Кристина даже не смогла сразу же что-то произнести и только энергично кивнула головой. «Ну вот и хорошо», подытожил Павел Васильевич. «Как я рада, что ты согласилась», сияющим лицом воскликнула Мария Петровна. «Тогда остановимся пока на этом, а дальше Господь поведет так, как ему угодно», удовлетворенно сказал Павел Васильевич. «Много ли времени, Кристина, у тебя уходит на занятия в университете?» «Да, очень много», коротко ответила она, стараясь привести в порядок взбудораженные мысли и чувства. Павел Васильевич сказал, «Учеба — хорошее дело. Это может помочь тебе прославить Господа. Только советую тебе с самого начала учиться главному — постоянному общению с Богом. Не экономь время на этом важном деле. Ищи близости с Иисусом Христом. Отдай Ему все права на твою жизнь, и тогда не просто устоишь на узком пути, но будешь по-настоящему счастлива». «Огромное вам спасибо», признательно, глядя на пастора женой, наконец смогла произнести Кристина и с волнением добавила. «Удивительно. Еще вчера я совершенно не знала, что мне делать, куда идти. Я была в полном отчаянии, а уже сегодня все так чудно устроилась. Да, Господь — скорый помощник в бедах», согласился Павел Васильевич и посоветовал, «Не забывай молиться о своих родителях и наблюдай за своим сердцем, чтобы в нем не поселилась неприязнь к ним. Только любовью ты сможешь помочь ими избавиться от зла», он предложил. «А теперь давайте сердечно поблагодарим нашего Господа, ведь это Он все так замечательно устроил. А потом займемся делами этого дня с Его благословением». Вот так и началась совершенно новая жизнь Кристины. Все в этой жизни было для нее прекрасным и удивительным. Новое место жительства, знакомство, а затем близкая дружба с чудесной семьей пастора, где она была принята как родная, полюбившая ее братья и сестры по вере, посещение христианских собраний и чтение Библии, которую она с каждым днем любила все сильнее. Слово Божие наполняло ее душу чудесным светом и открывало тот невидимый мир, о существовании которого она раньше и не знала. Но главное, в ее сердце теперь жил любимый спаситель, близкое присутствие которого было для нее самым желанным и необходимым. Угнетающее чувство одиночества ушло навсегда. Иисус постоянно был рядом с ней, но кроме того, Он подарил ей и настоящих друзей верующих, с которыми она теперь часто встречалась. Единственное, что удручало Кристину, были мысли об изгнавших ее родителях. Правда, обиды на них уже не было. Напротив, в ее душе загорелась огромная любовь к ним. Это светлое чувство омрачалось только осознанием духовной слепоты близких для нее людей. Ей было мучительно жаль их. Всю жизнь гоняющихся за пустыми миражами, но так и не насытившихся ни своей человеческой славой, ни своим, по выражению матери, потами, кровью, приобретенным богатством. Сердце Кристины болезненно сжималось, когда она вспоминала их бесконечные ссоры. Теперь, в ее отсутствии, они, наверное, еще сильнее грызут друг друга. Поэтому она постоянно горячо молилась о своих родных и просила Господа изменить их сердца. В семье пастора Кристина жила уже около года. Каким-то образом ее родные узнали о том, где она находится. За это время они прислали несколько писем с требованием одуматься, опомниться, не портить себе жизнь. Только на этом условии отец с матерью соглашались принять ее назад. В каждом письме они напоминали ей, что она дочь самих Любарских и поэтому должна соответствовать этому высокому имени и перестать делать глупости. В ответ Кристина сообщила им о том, что она счастлива с Богом и никогда от Него не откажется. В своем письме она коротко рассказала им о своей новой жизни, в том числе и о семье пастора. В заключении Кристина написала «Дорогие мои папа и мама, я очень люблю вас. Не хочется жить с вами и видеть вас, но соединить нас снова может только Иисус Христос, и я постоянно прошу Его об этом». После этого от родителей писем уже не было и на телефонные звонки дочери они не отвечали. Время от времени ей удавалось узнать о них через бывшую соседку, дом которой находился рядом с домом родителей. Ее учеба в университете успешно продолжалась, она перешла уже на третий курс. После того, как Кристина приняла водное крещение и стала членом поместной церкви, она начала заниматься с детьми в воскресной школе. Правда, в первое время после того, как ее выгнали из родительского дома, Кристине нелегко было привыкнуть к тому, что у нее теперь нет собственной машины, многих домашних удобств и неограниченных денежных средств. Но очень скоро ее новая жизнь, озаренная прекрасной целью и ежедневными чудесными Божьими откровениями, совершенно вытеснили из ее сердца даже тень сожаления обо всем утраченным. Несмотря на большую занятость, Кристина каждый день много времени проводила в общении с Господом. Она рассказывала ему обо всех своих переживаниях, не скрывая ни одной мысли. Помня совет Павла Васильевича, Кристина всем сердцем старалась научиться послушанию Иисусу Христу, чтобы сохранить себя от неправильных поступков. В семье пастора ей было очень хорошо. В свободное время Кристина охотно помогала Марии Петровне по хозяйству и занималась маленькими детьми. Вся семья очень полюбила эту трудолюбивую и скромную девушку. Но последнее время Кристину все больше стало беспокоить ее положение в доме. Трое старших сыновей Павла Васильевича и Марии Петровны были почти ровесниками Кристины. Несколько раз она замечала, что они смотрят на нее с каким-то особым интересом и это ее очень встревожило. Сначала она собралась поговорить о возникшей проблеме с пастором, но потом решила не делать этого. В связи с предстоящим крещением в церкви Павел Васильевич был очень загружен ежедневными духовными беседами, а Кристине не хотелось отягощать его и этой трудностью. Она стала молиться Господу, прося у него совета и водительства. Прошло совсем немного времени. Однажды утром, когда Кристина, как обычно, встав пораньше, размышляла о прочитанном Библии и молилась, у нее впервые появилась мысль. «Наверное, мне нужно выйти замуж». Она очень удивилась, ведь раньше никогда об этом не думала. Поэтому Кристина решила еще раз проверить, от Бога ли пришло к ней это желание. Через несколько дней, после многих молитв, она ясно поняла, что Господь действительно направляет ее к семейной жизни. Некоторое время Кристина ожидала от него каких-то конкретных указаний, но не получала их. Девушка немного растерялась. Как же ей быть? И ведь не может же она стать инициатором в этом деле? Тогда в детской доверчивости к Богу Кристина взмолилась. «Господи, прости меня, если я неправильно тебя поняла, но если это от тебя, то ты сам укажи мне моего будущего мужа». В ту же ночь она ясно услышала своим сердцем «Андрей из города Н». Название города она услышала полностью, и оно было и хорошо знакомо. Этот город находился недалеко от той местности, где жила Кристина, но верующего по имени Андрей она не знала. И все-таки теперь и стало легче на душе. Господь ответил, а значит и дальше поведет. Вскоре Кристина вместе с братьями и сестрами из поместной общины поехала на молодежное общение в соседнюю местность. Там собралось очень много людей. Войдя в большой зал церкви, задолго до начала собрания Кристина огляделась в поисках свободного места. Проходя мимо группы оживленно беседующих молодых сестер, она вдруг услышала громко произнесенные кем-то из них названия того самого города Н. Подойдя к этим сестрам, Кристина поприветствовала их и взволнованно спросила, «Вы приехали из Энн?» «Да, мы оттуда», охотно ответили ей. Тогда она в смущении поинтересовалась. «Скажите, нет ли в вашей церкви молодого брата по имени Андрей?» «Да с таким именем у нас только один брат». По-видимому, совершенно не удивившись ее вопросу, ответила одна из сестер. «Андрей тоже приехал с нами». «Смотрите, вот он, у голубой рубашки идет по проходу». Повернув голову, Кристина увидела в проходе между рядами скамеек высокого молодого человека, который оглядывался, видимо, в поисках свободного места. До начала собрания оставалось еще более получаса. Кристина поблагодарила сестер за помощь и решила сейчас же подойти к Андрею. Пробравшись к нему сквозь многолюди, она поздоровалась и сказала «Извините, но мне нужно поговорить с вами по очень важному вопросу». Он согласно кивнул и тут же предложил «Может быть, выйдем во дворик? Здесь довольно шумно». Удивившись, что Андрей ни о чем ее не спросил, она ответила «Да, там будет потише». Выйдя из здания церкви, они устроились недалеко от входа в молитвенный дом. Внимательно взглянув на Кристину, юноша спросил «Дело ко мне?» «Даже не знаю с чего начать», арабив призналась Кристина. «Тогда начните сначала», предложил Андрей. От волнения Кристина стала говорить сбивчиво, но потом успокоилась и, закончив свой рассказ, даже смогла уже посмотреть на собеседника. Его лицо выражало удивление и радость. Он взглянул на нее с мягкой улыбкой и сказал «Слава Богу, вы рассказали мне о том, как вел вас Господь?» «Но после вашего рассказа и я получил от него ответ». Андрей сообщил ей, что уже длительное время просил Господа дать ему жену, но ответа не было. «Недавно меня благословили на служение благовестника», сказал он. «Скоро, возможно, мне придется переехать для труда в другую местность». Я попросил Господа, чтобы он помог мне отправиться туда с женой». Заметив, что Кристина слушает его, затаив дыхание, юноша продолжил. «И вот перед поездкой на это молодежное общение у меня появилось предчувствие, что здесь я встречусь с той, которую приготовил мне Бог. Когда вы подошли ко мне, то я понял, что не ошибся». От этих слов Кристина опять разволновалась. Но теперь в этом чувстве не было растерянности и страха. Она ясно осознавала, что сам Господь ведет их своей любящей рукой. Поэтому ее нынешнее волнение было каким-то празднично ликующим. Ее охватило предчувствие нового чудесного поворота в жизни. Андрей продолжал что-то говорить, не отрывая от нее взгляда. О Кристине казалось, что она знает его уже очень давно. Все в нем было ей родным и милым. Ведь если новую семью создает Бог, то он делает это безошибочно и надежно. В церковном дворике стало безлюдно. Взглянув на часы, Андрей сказал, «До начала собрания еще восемь минут. Как хорошо, что мы успели все выяснить». Остался только один короткий вопрос, который мне не хотелось бы откладывать. Кристина пустила голову, ожидая, и тогда он тихо спросил, «Вы согласны стать моей женой?» «Да», коротко ответила она, подняв голову и глядя ему глаза. Два два сияющих взгляда с большим трудом смогли оторваться друг от друга. После окончания собрания молодежь не спешила разойтись. Многие приехали издалека. Им предстоял многочасовой путь домой. Братья и сестры обсуждали услышанное на собрании, оттягивая минуту расставания друг с другом. С большим трудом Андрею удалось пробиться с братской половины на сестринскую, но и здесь он не сразу нашел Кристину. Наконец, заметив ее, стоящую в конце зала, Андрей понял, что она тоже ищет его. Встретившись с ней взглядом, он показал глазами на дверь, мол, встретимся на выходе. Убедившись, что Кристина сразу же поняла его, Андрей пошел в ее сторону. Выйдя во двор, они присели на скамейку. Им нужно было еще очень многое обсудить, но Кристина сказала, у меня осталось только 20 минут, наша группа сейчас уезжает. Андрей ответил, у меня тоже только полчаса до отъезда, но ведь мы расстаемся с тобой совсем ненадолго, правда? Я буду ждать тебя, коротко ответила она. Вскоре в церкви состоялось бракосочетание Андрея и Кристины. Дальнейшая история их жизни мне неизвестна, но я верю, что Господь так чудно образовавший эту семью, продолжает вести А также надеюсь на то, что по-детски искренняя доверчивость Кристины Богу и ее сердечные молитвы о своих родителях вскоре откроют их сердца для благодати Божьей. Будут ли в дальнейшей жизни Андрея и Кристины совершаться Божьи чудеса, подобно тому, которая положила начало их семейной жизни? Об этом известно только Господу. Главное, что молодая семья избрала его путь. К сожалению, многие люди объясняют свое неверие отсутствием в наше время особых Божьих знамений и чудес. Очень жаль, что они не желают видеть самого главного, многократно повторяющегося в течение вот уже третьего тысячелетия самого удивительного Господнего чуда. Безнадежные погибшие грешники, принимая жертву Христа, становятся святыми и успешно идут его путем в вечное небо. И это доступно каждому. Всем доверившимся Богу Он твердо обещает, идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Каким путем идешь, прохожий? Куда ты смотришь? Вниз или ввысь? Кто для тебя есть агнец Божий? Познал ли ты в чем жизни смысл? Если день за днем без Бога упрямо движешься вперед, твоя неверная дорога тебя в погибель приведет. Спеши найти путь Божий в небо, который дал нам Иисус. Он был за нас на муки предан, взяв на себя греховный груз. Если в твоем сердце тесно, иди к тому, кто даст покой. Бог всех зовет на путь чудесный, ведущий к вечности святой. Субтитры